Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Свои мастер-классы в секторе, амортирующей и артистической. И, например, арта классическая, арта декоративная, арта моделирования, релутация артистическая от лима и танца. Согласы этих активностей и обучение и обучение обучения и интересы для арт. Меня зовут Александр Агародников. Мы работаем в Демидетской творчества, Центр Демидетской творчества. Имени Бланка, находящимся сейчас, расположен в гимназии номер 15. Занимаются у нас дети в разных кружках. Конкретно этот кружок представляем мы. И называется художественная обработка пронесины. Здесь ребята занимаются различными инструментами, молотками, лобзиками, электроинструментом различным, на станках. Забиваем, крутим, вертим, все остальное такое дело. Мне больше всего нравится выжидать. Я делаю 100 работ по дереву. Я хожу на пусток, по дереву. Я люблю выжидать и выжидать. Здравствуйте. Меня зовут Кудиревич Анатолий Петрович. В центре детского творчества, который находится в гимназии номер 15, мы открыли кружок, который называется «Артопластика». В этом кружке посещают дети, которые подготавливаются для поступления в детскую художественную школу. Возраст от 10 лет, 11, 12, 13 и до 18 лет. Желающие записаться могут. Подойти и записаться в любое время на протяжении всего учебного года. Обучение у нас бесплатное. Занимаемся рисунком, живописью и композицией. Лепка, лепим из пластилина. Эти три предмета, которые мы обязательно рисуем на живопись и композицию, для того, чтобы они в дальнейшем, поступая в художественную школу, сдавали экзамены и были подготовлены к этому экзамену. У нас в доме детского творчества можно заниматься различными кружками. Например, рисование, декоративные кружки, вокал, танцы. Например, мои кружки. В моем кружке дети занимаются и рисованием, и декоративным искусством. Например, сегодня мы на мастер-классе будем делать такую замечательную шкатулочку в виде пирожника, изготовленная из ветра и украшена бисерами разными деталями. Мы вас ждем в наших кружках, будем рады вас видеть. Я руководитель для модельного кружка и в доме детского творчества имени Бланка. Это бесплатный кружок. Сюда ходят дети с возраста, ну, с третьего класса и до десятого, одиннадцатого. Начинаем делать с самых простейших моделей. Бумажность, потом переходим сложнее. И дальше все ребята постарше ездят на соревнованиях, участвуют в соревнованиях по воздушному бою. Разные есть панетажные модели. Интересно кому интересно. Может записываться у нас, видите, большой спектр модели. Так что, идем. Я занимаюсь очень давно. Начал я с пятого класса. Я занимаюсь потому, что интересно. Я от мамы узнал, она работала, где Игорь Брисович в основном работает. Она работала. Ну и просто так, начало сходить сюда. Было очень интересно. Мы занимаемся копиями и моделями радиоуправляемыми. Сначала начинали просто имитательные, сейчас вот и радиоуправляемые. В основном есть пенопласты. Просто интересно делать. Добавить просто ребята, которые занимаются здесь. У них развивается творческое мышление. Они могут... Кажется, что модели вроде плохие, но чтобы сделать, нужно знать каждый элемент прочности, и расчет прочности, аэродинамика. То есть они пытаются думать, думают и совершенствуют себя. И в дальнейшем жизни им пригодится. Так же самое работа с разными инструментами и так далее. То есть они для жизни пригодятся, это занятие. Я ходил еще с 2014 года, но потом пошел в художественную школу и не смог ходить сюда. Но недавно я вернулся. С детства хотел этим заниматься. Слыхал бывшего в Советском Союзе. И недавно, как бы прочиталось газетку, вы ее еще перенесли сюда. И я ее пришел вернуться. То есть готовился на год, нам выходит время примерно три недели. Я занимаюсь два года, и я хочу здесь заниматься, потому что это очень развивает. Мы находимся в центре детского творчества в кукольном бутафорском кружке. Особенность нашего кружка в том, что мы занимаемся очень давно. И мы приглашаем на занятия к нам детей разного возраста. Творчество, оно доступно как для очень маленьких, как для очень взрослых. Очень многие дети приходят к нам вместе со своими родителями, потому что лучший друг в возрасте детском для любого ребенка – это родитель. И здесь мы учим детей абсолютно бесплатно развивать в первую очередь твои творческие способности. Благодаря тому, что можно найти у нас в Республике Молдова. Мы используем для изготовления различных поделок и сувениров. Например, природные материалы. В Молдове еще осень. Молдова очень богата и на орехи, и на шишки. Все это можно прекрасно использовать для работ, которые сделаны своими руками. Также у нас в Доме детского творчества ваш ребенок может научиться самому важному – сделать подарок своими руками. Нас всегда учили, что самое лучшее – это сделано своими руками. Мы делаем деревья и цветы из бисера. Это ручная работа. Что самое важное для детей, которые приходят к нам заниматься. Занимаясь вот такими вот разными работами, ребенок вырабатывает терпение. У него развивается внимание, мелкая моторика рук. Это очень подходит для детей, которые только собираются стать учениками, потому что потом высиживать в школе им очень тяжело. А это как раз вырабатывают у них мелкие навыки, внимание, аккуратность. И самое важное для них – все это сделано с особой любовью, потому что может служить не только как экспонат на выставку в детский сад или в школу, а как подарок близким людям, бабушкам и дедушкам. Тем более, что мы делаем подарки на все праздники, которые есть в Республике Молдова. Мы уже сюда ходим почти год, даже не больше года ходим, поэтому очень полезно, я считаю. То, что, как сказала Наталья, это усидчивость, и своими ручками делать, и мы уже в школу несколько поделок тоже относили, когда надо было. Ну, я привожу троих детей, это средненько получается, есть младший Владик и старший, и кроме того еще старший ходит и на кружок по вырезке из дерева, поэтому мы с этим центром очень тесно сотрудничаем. Очень полезно, что есть, где можно позаниматься, где бесплатно можно позаниматься, и действительно заниматься именно с детьми, уделяя индивидуальные, если где-то что-то непонятное, ей объяснять и помогать. Как говорится, я даю душу и свою. Я очень рада, что мой ребенок посещает Дом детского творчества. Мы посещаем его уже четвертый год. Моя дочь ходит на несколько кружков сюда, она рисует, она и танцевала здесь. К Наталье мы ходим четвертый год. Что радует? Ребенок занят, ребенок чем-то занят, она не болтается по улице, она не собирается непонятно где, непонятно с кем, она получает удовольствие от того, что она делает своими руками. И я как мама ей в этом способствую, помогаю где надо. Очень часто в школах, в частности и в нашей школе, в лице Маяковского, очень часто проходят конкурсы, на которые мы с удовольствием подготавливаем работу. И мне кажется, что для ребенка в нынешний момент, на этом современном этапе, очень важно, чтобы чем-то занимался. А как родителям это как бальзам на душу. Наверное, для вас будет удивительно, что у меня сын, политно-порчатый. Он пришел сюда записаться на авиамодельное кружо, и, проходя мимо кабинета данного кабинета, он остановился почему-то именно здесь, и сказал, что мама, я остаюсь здесь. Понял все довольствие, и он даже быстрее, чем на уроке в школу. Я очень рада, что посещает данный кружо, и с радостью сюда приходит. А почему ты выбрала именно этот кружок? Потому что он мне больше всех понравился. А чему ты здесь научился? Делать разные подделки. Самая твоя любимая подделка какая? Виноград. А маме, когда какие-то праздники своим родителям, ты своими руками что-то сделала, и что? Какие праздники? Сделал букет. Из ветра, из проволоки, из... Девочки, оставьтесь здесь. И на какой праздник, да? Просто так, без повода он подарил тебе. У меня не езжу это сделать. Для дома сделала. Молодец. Мы занимаемся у нас только с одного года. Да. Вот это тот ребенок, которому вы приобрели здесь, у женщины-цессианом. Вот это наше наследство. Это люди, которые пришли за нами, сюда, в своей жизни. А это наши мамы. Это я председу.